Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник Святая Церковь вспоминает события переноса из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Этому событию посвящается отрывок из Евангелия от Луки, глава 9 стихи с 51 по 56, глава 10 стихи с 22 по 24, а также за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 3 стихи с 13 по 19. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время она взыди Иисус на гору, и призва их же хотяше сам, и приидоше к нему, и сотвори два надесяти, да будут с ним, и да посылает их проповедати, и имейте власть, целите недуги, и изгоните бесы. И нарече Симону имя Петр, и Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Иаковля, и нарече има имена Вуанергес, ежеест сына Громова, и Андрея, и Филиппа, и Варфоломея, и Матфея, и Фому, и Якова Алфеева, и Фадея, и Симона Канонита, и Иуду Искариотского, иже и предаде Его. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время взошел Иисус на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней, и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата Якова, нарекшие им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита, и Иуду Искариотского, который и предал его. Прошло более года с тех пор, как Христос стал проповедовать новое учение. За это время Он, несомненно, высказал перед Своими слушателями все, что надлежало было знать лично о Нем, и подтвердил сказанные особыми знамениями, чтобы они могли уверовать в Него и принять Его Слово за безусловную истину. Но все это надлежало знать не только одним иудеям. Борис Ильич Гладков пишет, «Сын Божий сошел с небес для спасения всех людей. Слово Его должно было быть проповедано всем народам земли, а для этого необходимы были проповедники, которые усвоили бы все Его учение, и с верой в Него, как Сына Божия, пронесли бы это учение по всему миру. Надо было выбрать таких проповедников, научить их и послать на проповедь. Да и самих проповедников сделать достойными возлагаемого на них поручения. И Господь решил избрать таких проповедников и подготовить их к предстоящему им трудному делу. Берег моря был местом постоянных народных собраний, а в горах, находившись к северу от Тиверятского моря напротив, можно было найти довольно уединенное место. А потому Господь взошел на гору и позвал к себе, кого Сам хотел, и пришли к Нему. Господь избирает двенадцать учеников на особое служение среди множества людей, которые за Ним следовали и были слушателями Его проповеди и свидетелями Его чудес. Именно эти двенадцать человек должны были стать ближайшими учениками Христа, чтобы в дальнейшем проповедовать Евангелие и устраивать Церковь. Александр Павлович Лопухин замечает, что бы с ним были. Это первая цель избрания. Апостолы должны были постоянно быть со Христом, чтобы приготовляться к своему служению. И чтобы посылать их на проповедь, это вторая цель призвания апостолов. Под проповедью евангелист Марк здесь, конечно, подразумевает возвещение о наступлении Царства Божия, что служило предметом проповеди самого Христа. Спаситель дал этим ученикам власть над нечистыми духами и врачеванием. И как он сам исцарял всякую болезнь и немощь, так и ученикам передал эту власть. Само же число двенадцать не является случайным. Оно совпадает с числом двенадцати израильских колен. Ко времени проповеди Христа из двенадцати родов израильских сохранились только Иуды, Вениамина и половина от Левия. Остальные десять с половиной родов со времени завоевания Северного Царства считались исчезнувшими. Евреи верили, что Бог приведет эти исчезнувшие, растворившиеся среди других народов колено на родину и восстановит народ Божий. Избрание же Христом двенадцати апостолов недмусмысленно свидетельствует, что это долгожданное время наступает. Но Господь вместо того, чтобы восстанавливать прежний ветхий Израиль, создает Израиль новой – Церковь. Для этого Он избирает двенадцать родоначальников нового Божьего народа, то есть апостолов, и посылает их в мир. Имена же этих учеников таковы – Симон, которому Господь нарек имя Петр, Иаков и Иоанн Зеведеевы, сыновья Зеведея и Саламии, нареченные Господом Вуанергес, то есть сыны Громовы. Слово «Вуанергес» происходит очевидно от двух слов. «Вуан» – арамейское слово, соответствующее еврейскому «бней» – «отбаним» – «сыновья». И глагол «арагаш» – последний глагол в библейском-еврейском языке не имеет значения «греметь», но мог иметь такое значение в простонародном еврейском языке во времена Христа. По крайней мере, в арабском языке есть глагол, близкий к этому именно «раджаса», означающий «греметь грому». По мнению Ефимия Зигабена, в этом прозвании указывается на то могущественное впечатление, какое оказывали на слушателей своей проповеди оба брата. Андрей – брат Симона Петра, прозванный в предании первозванным. Филипп – урожденец Вевсаиды, Варфоломей, имеющий второе имя Нафанаил, Матфей – бывший мытарь, автор Евангелия. Фома, чье имя имеет семитский корень, который можно перенести, как «дериться пополам, удваиваться». Возможно, поэтому у Фомы было прозвание «близнец». Иаков-младший, сын Алфеев, Фаддей или Иуда Яковлев, брат апостола Иакова-младшего, Симон-Канонит или Зилот, что означает «ревнитель», уроженец галилейского города Каны и предавший спасителя Иуда из города Кориот. Пусть святые апостолы станут для нас, дорогие братья и сестры, примером деятельной и жертвенной любви к Богу и ближнему. Только такую любовь и ощущение радости, исходящее от Царства, которое Христос пришел даровать миру, мы сможем вынести из этого мира в вечность. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу попал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok